Кумертауский детский дом готовится отмечать юбилей. Сотрудники поднимают архивные документы, фото, видеоматериалы. Встречаются с ветеранами, которые помнят историю создания и становления учреждения. Всё началось в далёком 1956 году. С этого времени и ведётся книга приказов. В ней первая запись от 25 октября об открытии детского дома. Через два месяца директор Софья Николаева сама привезёт первых детей из села Ермолаева. Их было четверо. В то время учреждение располагалось в здании по адресу Социалистическая 2. Сейчас здесь жилой дом. Со временем учреждение пополнялось воспитанниками. И уже в 1977-м при руководителе Райли Хайдаровой детский дом переехал в новое здание, где существует и поныне. В те годы бухгалтером была принята и Валентина Комиссарова. Сейчас Валентина Даниловна на заслуженном отдыхе. Но она часто приходит сюда. Встречается с коллегами, навещает ребятишек. Я работала в интернате. А потом Райцерлана меня стала звать сюда. Нет. Сюда и сюда. Раз придёт, мне уже неудобно стало. Человек постарше меня был. Вот. Ну вот я пришла сюда. Сюда пришла. Здесь дети маленькие. А там большие. Там как-то здесь... Сначала первые годы, первое время я плакала сильно. Потому что детей жалко было. Прям особенно, когда привезут, да ещё двоих, троих. Они один, другого меньше. И вот стоят и заглядывают на тебя. Ой, так было жалко, ужасно. Прямо я вот на троих плакала сначала. Потом мне сказали, говорят, ты всех не переплачешь. Ты переставай плакать-то. Ну а потом в работу втянулась, тянулась. Я же говорю, и не скоро уйдёшь отсюда. Потому что уходить надо, надо доделать что-то на полпути. Дело не бросают. Некрасиво, нехорошо. Пока ты доделываешь, уже другая работа. Тоже надо делать. Тоже нехорошо оставить. И вот я 20-ти лет проработала так. Дочери Валентины Комиссаровой пошли по стопам мамы. Марина Павлова 32 года, как работает в детском доме, инструктором по физ. воспитанию. Мама и брат хотели видеть её врачом. Но Марина Викторовна выбрала свой путь. И ни разу об этом не пожалела. Сейчас она очень радуется, когда воспитанники спустя годы выбирают спортивные направления работы. Значит, всё было не зря, говорит она. Я хотела, чтобы она медицинский закончила. И Толик хотел, чтобы она медицинский закончила. Он, наверное, понимал, что он простым врачом не будет работать. Что он говорил, я её возьму к себе, и она будет там у меня. Она не захотела. Ни к нему, ни ко мне. Сама, к себе. Когда получается у ребёнка выполнять какие-то задания, ты радуешься. К этому итогу. Понимаешь, что ты сам, твоим трудом ребёнок достиг этого. Вот мне очень приятно, когда недавно приехал Игорь и говорит, Марина Викторовна, а я помню, как мы у вас на кольцах занимались. Значит, всё-таки какую-то часть себя и в выборе его профессии я всё-таки внесла. Вот были у нас ещё сестры Льдамака. Была девочка с мальчиком, Марина с Витей. Они тоже мне присылали письмо, где благодарили за то, что я с ними занималась. И они пошли по спортивной стезивам. Мне это очень приятно. Младшая Татьяна также пришла работать в детский дом, не раздумывая. И вот уже 23 года она дарит детям свою любовь и заботу. Мама работала в детском доме, сестра уже начинала работать в детском доме. Я сюда ещё маленькой девочкой приходила, к ним играла с ребятишками. Ну вот так для себя ещё с детства решила, что буду тоже воспитателем. Вот окончила 11 классов и пошла учиться в наше Кумерталовское педагогическое училище. И сразу после педагогического училища пришла в детский дом воспитателя. Не было желания там куда-нибудь в другое место? Нет, у меня даже как-то и мыслей других не было. Я уже здесь всё знала. Был для меня как второй дом. Я сюда свободно приходила, поэтому сразу решила, что только сюда. Среди фотографий очень мало о коллективе, но очень много детских снимков. И всех мальчишек и девчонок педагоги помнят. Имена, как поступили в детский дом, как сложилась их судьба. Ведь за 60 лет детский дом стал родным для нескольких сотен ребятишек. Многие из них обрели приёмных родителей. А если даже это не случилось, повзрослев, они сами устроили свою жизнь. Бывает даже возвращаются, но только чтобы работать. Мне было 3,9, когда меня сюда привезли. До 7 лет я здесь была, прожила, считай. Потом отсюда я попала в интернат. В интернате отучилась. До 9 класса с интерната я попала в Кумертау, в училище, в 55-е. Там отучилась. Потом познакомилась с парнем, с маячного опять-таки. И вот 3 месяца подружила и замуж вышла. И поступила на работу в 94-м году сюда. И с того пора работаю здесь. В социальную реабилитацию здесь проходят дети с разных уголков республики. Для них здесь стараются создать комфортные условия проживания. С ребятишками занимаются логопеды, дефектологи, психологи, инструкторы по спорту, воспитатели. Это люди, которым дети рассказывают свои секреты, обращаются за помощью или просто за тёплым добрым словом. В группе «Ягодка» дети подготовительного возраста. Учатся читать, писать, участвуют в театральных постановках и концертных программах. У каждого свои увлечения, свои мечты, переживания. Катя предпочитает заниматься спортом. Милана рисует. Кирилл может часами собирать конструктор. Маленький Амир мечтает стать супергероем, чтобы спасти мир от злодеев. Все дети разные, но каждый ждёт внимания взрослых. Ах, как мне нравится курай, ах, как на нём мой брат играет. Прошу я брата поиграть, ещё немножко на курай. Как эта палочка поёт, хочу понять, не понимаю. Вот уже который год я над этим голову ломаю. Дождь по улице идёт, мокрая дорога, много капель на стекле, а степла немного. Как осенние грибы, зонтики мы носим, потому что на дворе наступила осень. А что вы любите с друзьями, что вы любите делать? До конялки, в прятки и в снежки, в снеговика лепим. Лепили уже, да? Да. Мы только вон растаю, катаюсь на летенках. Мы ходим на улицу играть. Это стих не рассказывай. Там мы лопаты берём, копаем. Мои друзья Кирилл, Степан, Леон, Вика, Катя, Милана, Даша. Много друзей у тебя, да? Да. А как вы отмечаете день рождения? Дня рождения, у кого-то как день рождения, когда у кого-то день рождения, там Максим приезжает и дарит подарки. А Максим кто это? Максим, это он добрый. Благодаря опытным педагогам дети чувствуют себя защищёнными, нужными, любимыми. Наверное, поэтому здесь могут работать только люди с открытой душой. Да и другие просто не задерживаются, говорит директор детского дома Светлана Ерофеева. Тот человек, который радуется успехам детей, огорчается их неудачам. Все тонкости работы она узнала ещё, когда начала работать воспитателем в 80-х. С 2000 года ей предстояло возглавить всю деятельность учреждения. Я не просто переживала, я очень переживала. С одной стороны, у меня какие-то мысли были такие, что я-то знаю детский дом, я знаю, что и как здесь, что нужно сделать. Вроде бы как, и должна бы я этим заняться. С другой стороны, я очень переживала, потому что, опять же, знала всё. Сколько на тот период было проблем, это ведь был 2000 год, это не было денег, не было продуктов, это было очень плохое финансирование, не было зарплаты. Это вот тот период, когда руководить учреждением, каким бы то ни было, было очень сложно. С тех пор детский дом преобразился. Сделан капитальный ремонт во всех группах. Заменены полы, потолки, стены, окна. В комнатах гигиены приведена в соответствии требованиям вся сантехника. Закуплены кровати, постельное бельё, игрушки. Созданы современные комнаты релаксации. Это сенсорная комната, сухой бассейн, живой уголок и многое другое. Всё это благодаря шефам, говорит Светлана Николаевна. И, как оказалось, это не всё. Изменения произошли во всей системе работы. Большое внимание стало уделяться адаптации детей к реалиям жизни. Стали организовываться походы, экскурсии, познавательные игры, конкурсы. И для педагогов это гораздо больше, чем работа. Преобразования начались с 2002 года. Я уже говорила как-то об этом, что вот тот период, когда я работала воспитателем, я же с другого уровня смотрела вот эту вот всю работу изнутри, непосредственно с детьми. И вот те все мысли, которые у меня возникали, когда я работала воспитателем, став директором, у меня появилась возможность это всё реализовать. Первое, что мы стали делать, мы стали выезжать с детьми в поход. Ну как ребёнку объяснить, какая она картошка печёная в костре, если он его ни разу не видел, если он костра не видел, если он в палатке не спал. Это вы ведь никак не расскажешь, не объяснишь, а детские воспоминания, они самые такие цепкие, и они длительные, вот именно эмоциональные какие-то впечатления. Мы начали с детьми выходить в походы. Первый раз было очень сложно, сложно было убедить сотрудников. Это ведь или ты пришёл в группу, отработал, и вроде как ушёл, или это нужно идти в лес, и за детьми же сложнее там смотреть, их нужно организовать. Мы выезжали в походы, вот весь детдом выходил, оставалось только прачечное, потому что стирать нужно было. Изменения коснулись и формы устройства детей в семью. Это обучение будущих приёмных родителей, подготовка ребёнка к переезду. В этом направлении разработана своя программа. Отличительная черта вот именно нашего детского дома по семейному устройству детей. Мы подбираем ребёнку семью, не наоборот. Обычно заявители приходят и говорят там, вы бы хотели взять в семью такого-то ребёнка. Я говорю, да, хорошо, спасибо, но давайте пойдём от обратного. Мы ребёнку подбираем семью. Сейчас у детского дома немало задумок, и все они касаются совершенствования работы, и повышения качества жизни детей, их реабилитации. Ну а в ближайших планах отметить юбилей, собрать вместе педагогов, воспитанников и друзей.